С 1 сентября в Казахстане начнется вакцинация детей против вируса папилломы человека. По словам врачей, этот недуг может привести к развитию рака шейки матки. По данным ВОЗ, онкологическое заболевание поднялось на пятое место в списке злокачественных. При этом самая высокая заболеваемость наблюдается в северных районах. Ежегодно от этого вида рака умирает около 600 казахстанок. Амина Усенова расскажет подробнее. Алматинка Айгуль Булат-Казы в прошлом году победила злокачественную опухоль. Женщина вспоминает, после полного обследования ей диагностировали рак шейки матки второй стадии. К слову, у пациентки от онкологической болезни скончались отец, тетя и две бабушки. Но несмотря на здоровый образ жизни, болезнь настигла ее. Будучи в Америке, она приехала лечиться на родину. У меня была вторая стадия злокачественная рака в агрессивной форме. И мне сделали операцию, я не могла после этого ходить, стоять. Мне седальщинный нерв был задет с правой стороны. Врач-невропатолог я нашла. Она мне озвучила, что вы никогда не будете ходить, все, вам инвалидное кресло. Сейчас 47-летняя Алматинка ведет свой блог в соцсетях, рассказывая о своей победе над страшной болезнью. По словам врачей, вирус папилломы человека можно выявить по изменению в ротовой полости. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, при своевременном лечении можно сохранить матку женщине. Главное – не запустить болезнь до крайних стадий. Вирус папилломы человека является причиной возникновения рака шейки матки. Это всем уже известный факт. И это единственная вакцина в мире, которая создана, и она показала свою доказательную способность от вируса папилломы человека, то есть предотвратить возникновение рака шейки матки. Во всем мире уже прививают мальчиков от вируса папилломы человека, потому что мальчики заражают девочек. Но мы пока встали на начальный путь, мы будем вакцинировать пока девочек от вируса папилломы человека. Вакцинация против рака шейки матки не содержит инфекционного агента. Мнение, что вакцина может пробудить другую болезнь, ошибочно. Она полностью безопасна и не вызывает никаких болезней, в том числе и рак шейки матки. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-45 лет. Помимо традиционного скрининга, женщинам от 35 до 50 лет необходимо пройти дополнительное обследование на вирус папилломы. По данным ВОЗ, одна доза вакцинации обеспечит защиту на 10 лет, а повторная – на всю жизнь.